Разрушение всех стандартов красоты, смелая интерпретация и даже революция для женщин всего мира. Лесные отзывы американской прессы о постановке спектакля «Красавица и чудовище» в штате Мэриленд. Главная заслуга которой – новый образ принцессы Белль. Но теперь выглядит вот так. Если к замене белых персонажей на чернокожих все уже привыкли, то тут режиссер пошел еще дальше. Выбранная актриса из категории «плюс сайз», да еще и открытая лесбиянка. В общем, что называется, воплощает в себе все чаяния западной повестки. Ну и еще новости об изменении классических сюжетов, только теперь с просторов незалежной. В Херсонской области решили оставить детей без Снегурочки. По данным региональной прессы, там открывают южную резиденцию Деда Мороза, который будет принимать гостей без своей традиционной спутницы. Дескать, Снегурочка – это некое наследие советской эпохи, и ее следует заменить на более европейских героев. Ну, в данном случае это эльфы. Хотя и самого Мороза киевский режим в последние годы пытается активно декоммунизировать. Кого предлагают взамен, сейчас более подробно покажут и расскажут Екатерины Григоровой. Екатерин, приветствую вас. Здравствуйте. Ну и как, получается придумать что-то оригинальное? Ох, Алексей, ну как вам такой обсуждаемый вариант? Подарок под елкой оставит Гетман Мазепа. Ну, наверное, это оригинально. Итак, Дед Мороз еще пока разрешен, Снегурочку уже отстранили. Это от нее, видать, исходит все опасное, вредное, русское. Дедушку Мороза оставили, а Снегурочку убрали. Вообще-то это шизофрения. Это ударит очень сильно по детям, по нашей молодежи. Зарубежные персонажи, они, те, которые на сегодняшний день навязываются нашей стране, это не наши персонажи. Декоммунизировать Новый год на Украине пытаются все семь лет с момента госпереворота. Хотели было даже сам праздник переименовать, например, в праздник зимы. Есть в этом что-то языческое, но даже по меркам современной Украины это оказалось слишком. Взялись заменять персонажей не на совсем знакомых. Мы связались с профессиональными киевскими аниматорами, и, судя по всему, бизнес к новым реалиям уже адаптируется. На кого же предлагается заменить Деда Мороза и Снегурочку? Мы собрали несколько вариантов, которые прозвучали в украинском информационном пространстве. Вот, например, как вам казак и русалка? Представьте только, костюмы, чешуя, русалка будет вплывать под елку. Более скромный вариант переселить на Украину Санта-Клауса можно переименовать Святого Николая. Ну а ему в помощники отрядить или очень странное лохматое существо Фьёка, или простых европейских эльфов. Ну и самый прям-таки смелый вариант, чтобы украинцам подарки разносил Гетман Мазепа. А что, бороду Деда Мороза заменят усы Гетмана? То, что они говорят, они строят политическую нацию. Для того, чтобы строить новую политическую нацию, нужно отказаться разрушить до основания всё, что было, строить на пустом месте, на разваливании. И они отказываются и от христианских символов, и от просто традиционных. И теперь они изобретают каких-то там... Я даже не воспроизвожу это название, потому что я не знаю этого. Вот то название, которое не смог воспроизвести наш эксперт, это Доброчар. Действительно, что образ, что имя, не поймёшь что. В Киеве этого нового волшебника уже назначили, и девочку Доброчарочку в помощь нашли. Кто он такой? То ли чародей, то ли астроном, то ли алхимик. Сам вроде откуда-то с Запада. Можно ли теоретически выдавить из культуры одного персонажа и заменить другим? Много аспектов. Сложно, говорят эксперты. Возможно, оба перестанут существовать. Если среди игрушек у нас как раз не Дед Мороз, а Санте-Клаус, то вполне возможно, что произойдёт некое смещение культур. Но не замещение, конечно, но в значительной степени смещение и возможно слияние пока не произошло. Пока Украина не выбрала, в кого верит, а потому этот Новый год будет встречать как при язычестве. Каждый регион со своим волшебником. Херсонские дети напишут всё-таки Деду Морозу. Киевские тому алхимику не помню уже как зовут. Но может, кто им о зепе письмо черкнёт? Алексей. Ничего удивительного. Екатерина Григорова. Новогодний декоммунизат. Иммунизация.